В конце минувшей недели состоялась церемония награждения победителей, лауреатов и участников Золотого пера Приморья. В мероприятии приняли участие губернатор края, члены жюри и руководители краевых СМИ. Журналистика, уверен глава региона Олег Кожемяка, с каждым годом повышает свои профессиональные позиции, добивается высоких результатов, следует современным трендам развития медиа и информационных технологий. Медиа в наше историческое время также, как и всем, нужны уверенность в будущем, стабильность в коллективах, финансовое благополучие, подчеркнул губернатор. Дорогие друзья, очень приятно в начале нашего текущего года здесь подвести итоги уходящего, ответить ваше профессиональное мастерство и в сюжетах, в журналистских всевозможных очерках, сказах, в кинопередачах, в тех современных средствах, месседжах, которые передаете людям телеграм-каналов, все, что волнует наше общество, все, что на сегодняшний день актуально для жизни Приморского края, нашей страны, все проходит через вашу душу, через ваши руки, через голову и доносится до читателя. И многие часто ваши известия, ваши новости становятся трендом на российском информационном поле, подхватываются в том числе даже и международными СМИ. Отметим, что в конкурсе профессионального мастерства «Золотое перо Приморья» в одной из номинаций победу одержали наши коллеги – журналисты радиостанции «Лемма». Они получили награды за лучшие аудиосюжеты. Так «Золотого пера» было удостоено утреннее шоу «Душ» с интервью «Ко дню тигра», ведущими которого выступают Дмитрий Каплун и Михаил Бровкин. Высоко оценила жюри и работу главного редактора, а также бессменной ведущей «Радио Лемма» Оксаны Якуш. «Золотое перо» было вручено из-за интервью с художественным руководителем театра имени Максима Горького Ефимом Звенятским.